Северо-запад Залив Пюджит Фотография Художники за работой Гора Сент-Хелленс Побережье Все об Америке, штат Вашингтон Гордость северо-запада США, Сиэтл, самый крупный город штата Вашингтон Более 500 тысяч жителей и еще 2,5 миллиона живущих в пригороде Выход к Тихому океану и Аляске, что во многом определяет особенности местной культуры и развития Это потрясающе красивый город, находящийся в очень красивой местности Когда светит солнце, все, кто могут, выбираются на улицу, наслаждаясь хорошей погодой Темные очки и солнцезащитные средства пользуются здесь большим спросом Сиэтл почти со всех сторон окружен водой Залив Пьюджит с морской водой на западе Пресноводное озеро Вашингтон на востоке И озеро Юнион практически в центре деловой части города В заливе Пьюджит существует развитая система автомобильных паромов Важная связь между Сиэтлом и многочисленными островами архипелага Сан-Хуана Меньше чем в часе езды от Сиэтла находится перевал Сно-Куалми, где гуляет и катается на лыжах Так что можно организовать пешую прогулку и лыжи утром и катание на яхте с водными лыжами днем В Сиэтле снег выпадает нечасто, но когда все-таки выпадает, весь город замирает И к восторгу школьников школы также перестают работать Связано с природой и нахождением на свежем воздухе здесь очень популярно Гэс-Оркс-парк находится на побережье озера Юнион в Сиэтле На левом берегу этого озера баржи Место, где снимали фильм «Неспящие в Сиэтле» Озера Юнион и Вашингтон соединяются с заливом Пьюджет с помощью шлюзов, построенных в 1915 году Хотя их создавали для коммерческих целей, сейчас больше всего ими пользуются местные лодочники Для обычного и стально-голового идущего на нерест лососи построены специальные рыбоподъемники Рынок Пайк Плейс – это живая история города Это сельскохозяйственный рынок, где наряду со свежайшей рыбой и цветами Продается огромный ассортимент разнообразных товаров Сиэтл, центр и башня Space Needle – самые узнаваемые достопримечательности города Они были построены для Всемирной выставки 1962 года Городской парк – центральное место для проведения культурных мероприятий А на новом бейсбольном стадионе матчи местной бейсбольной команды собирают аншлаги Недавно открылся музей музыки по проекту архитектора Фрэнка Генри Задуманный одним из основателей Майкрософт, Полом Алленом и его сестрой Джоди Аллен Этот музей посвящен истории оснований и развития рок-н-ролла Сиэтл – молодой город, он был основан в 1851 году У него интересная история, дважды мог похвастаться самым высоким зданием к западу от Миссисипи В 1914 году 42-этажный небоскреб башни Смита стал самым высоким зданием за пределами Нью-Йорка И четвертым по высоте в мире Спустя 70 лет, в 1984 году, башня Колумбия также стала самым высоким небоскребом к западу от Миссисипи Вернув городу статус рекордсмена Строго говоря, это не самое высокое здание, но в нем больше всего этажей По имеющимся данным, в башне Колумбия работает больше юристов, чем во всей Японии Кофеин – вот что заряжает энергией Сиэтл Без сомнения, это кофейная столица США И может быть, всего мира Маннер Эл Эспрессо было первым кафе и до сих пор процветает Это хорошая штука, и мы так любим кофе, потому что знаем, как правильно его варить Я думаю, кофе так популярен, потому что люди здесь разбираются во вкусе А мы знаем, как его хорошо сделать Обычно частные кофейни, такие как эта, стараются, чтобы их кофе был особенным В этом кафе, например, варят кофе по-итальянски Сиэтл также город бейсбола Когда приезжает команда Seattle Mariners, стадион Сейфико с раздвигающейся крышей становится самым популярным местом в городе Рядом Seattle Sea Hawks, новый открытый стадион и идеальный спортивный комплекс Компания Boeing, развивающаяся параллельно с Сиэтлом, с начала 20 века, занимает значительное место в экономике региона На предприятии работают более 100 тысяч человек В последние годы на местную экономику сильно повлияло развитие компьютерных технологий электроники И такие компании, как Microsoft, Real Networks и Amazon Вероятно, самым значительным вкладом в экономику региона является то разнообразие, которое облегчает зависимость благосостояния от одной области индустрии Моя карьера пришлась на золотой век фотографий 30-е, 40-е, 50-е, 60-е, 70-е и, возможно, большую часть 80-х Житель Сиэтла, бывший фотограф журнала Times, Джозеф Скейли, местная знаменитость и один из лучших фотографов, согласно некоторым из его коллег Его фоторедактор Том Стокли сказал Скейли для Северо-Запада то же самое, что Ван Гог для Прованса Дирижер симфонического оркестра Сиэтла Милтон Катимс заявил, что Скейли это Тосканини фотокамеры Скейли это Тосканини фотокамеры В 1952 году на шоу Эда Салливана это фото для журнала «Лук» было названо «Фотографией года» Это одна из моих любимых фото во все времена, все что угодно Фотографии я всегда ищу постоянство Снимок, который интересен сегодня и мог бы быть интересен сто лет назад и будет интересен еще через сто лет Постоянство Постоянство Я не самый знаменитый и талантливый, но не думаю, что где-либо когда-либо существовал фотограф, который бы работал с лучшим и более разнообразным материалом, чем я Фермерство до сих пор играет важную роль в экономике западного Вашингтона, хотя за последние 20 лет направление экономического развития кардинально изменилось С одной стороны, фермерские объединения, счетные машины для экономических задач, которые выгодны благодаря экономии масштаба и эффективности производства С другой стороны, мелкие фермеры, как те, что на рынке, они считают более выгодным продавать напрямую покупателям Они не только сами продают, но и сами выращивают Семья Декодет Том, Жанет и их сын Эмос превратили эту работу в вид искусства У них особый урожай, он появляется весной и к середине апреля Во время фестиваля тюльпанов в долине Скейджет, их поля представляют собой потрясающее зрелище удивительных цветов Раньше мы сажали каждый цвет отдельно, но теперь, чтобы покупатели увидели все цвета, мы сажаем узкими рядами Конечно, теперь намного больше времени уходит, чтобы посадить и чтобы собрать урожай Раньше ты шел и собирал сначала все желтые, затем все красные, а теперь ты собираешь желтые на этой стороне поля Затем нужно перескочить на другую сторону поля, чтобы собрать остальную часть Это занимает намного больше времени, но стоит того В долине осталось только две фермы по выращиванию луковичных цветов, хотя раньше было около дюжины Фермеры ДГД и компании Вашингтон У этой семьи собственный бизнес, хотя энтузиасты фестиваля тюльпанов построили свой бизнес по принципу фермерского объединения Они самые крупные производители в мире по выращиванию луковичных Большие территории под парники и современное сельскохозяйственное оборудование позволяют выращивать круглый год Семья Рузен владеет большим и успешным предприятием, но все равно открывает доступ в публике к своим полям во время праздника тюльпанов И гордятся этой семейной традицией А дальше по дороге семья ДГД продолжает развлекать публику И старый млад любит покататься на их повозках, запряженных мулами А еще есть разные палатки и лавочки, в том числе магазин воздушных змеев с местом на поле, чтобы их запускать Совсем недавно они добавили еще 900 квадратных метров оранжерей Так что теперь все находится под одной крышей Так как эти фермеры и поля предназначены не только для показов, работа здесь продолжается постоянно Семья ДГД во время фестиваля продаст весь свой урожай клубней Предрассветные часы собирают те цветы, которые в этот день пойдут на продажу В это время бутоны наиболее тугие Цель Жанет продать только самые лучшие цветы за две недели Все об Америке Гора Ренье бесспорно самая важная достопримечательность штата Вашингтон Высота горы 4 390 метров Это действующий вулкан, скрытый в толще снега и льда Этот центр основан в 1889 году национального парка Маунт Ренье Для альпинистов это задача на покорение вершины Для других это обширное место для игр, где всегда, даже летом, лежит снег Это потрясающее место на высоте, где заканчивается дорога И где национальной службой парка представлена сельская архитектура 20-х годов А наверху рай, на который зимой обрушиваются сильнейшие снегопады Во время летних месяцев представляет собой буйство красок Проложенные тропинки позволяют заходить далеко И одновременно защищают неприкосновенность уязвимых высокогорных лугов Выше цветущих лугов вулкан находится в состоянии постоянного изменения Кажется, северо-запад страны как магнит притягивает художников и фотографов Это Дик Хэнкок с помощником Нейтом Вы уже видели пример старой школы в лице Джо Скейли Дик Хэнкок считает себя фотографом, не принадлежащим к какой-либо школе Он не учился этому профессионально, но признает, что испортил немало пленки, познавая нюансы света и композиции Мое увлечение фотографии началось еще в юности Мне просто нравилось фотографировать, всегда нравилось А еще я был заядлым охотником, проводил много времени в лесу Со временем ружья я убрал, но понял, что фотоаппарат я могу носить в любое время После работы, по вечерам, знаете, я мог пойти снимать водопады Я мог, а я живу у подножия горы Ренье Так что мне не нужно много времени, чтобы добраться туда Фотографируя, я получал огромное удовольствие Ни с чем не сравнимое Сейчас он один из лучших фотографов живой природы в мире Он переносит свое искусство, свои фотографии на полотно Субтитры сделал DimaTorzok Вот эту мы сейчас собираемся напечатать После того, как мы приготовим диапозитив, мы переносим все в сканер Из сканера, когда мы все сосканировали, мы чистим картину, убираем всю пыль, грязь и выводим прямо на принтер Мы уже приготовили для нее это место на стене магазина Мы оставляем ее на 24 часа, чтобы чернила полностью высохли А затем покрываем специальным солнцезащитным покрытием Теперь вы видели весь процесс печати После покрытия мы натягиваем ее на раму Я также ее сзади подписываю Это название серии Ставлю дату и роспись Закрой, пожалуйста, дверь В их магазине в Бакле всегда кипит жизнь Жена Дика Глория, талантливый художник Это дало им еще одно поле деятельности Холст Артист Дрим просто уникален по своей способности пропускать свет Я вот кладу сюда руку и покажу вам Каждый раз, когда прикладываешь рисунок сзади, все равно немного света проходит Это позволяет увидеть линии, которые нужно перенести на переднюю часть холста Это фото маленькой девочки Глория немного его увеличила, чтобы были видны детали Кто-то может взять фотографию, прикрепить с обратной стороны такого холста И будет видеть все детали Что сделала Глория? Она нарисовала портрет от руки И теперь уже, чтобы не рисовать от руки заново Она берет рисунок, прикладывает с обратной стороны холста И переносит рисунок прямо на холст А затем добавляет краски И это потрясающе У нас есть законченный портрет ребенка, который она сделала, также с фотографией Посмотрите, какие яркие, чистые, полупрозрачные цвета Посмотрите Это уникально И отличается от нарисованного на обычном холсте Все просто оживает Все об Америке Городок Токома, находящийся к югу от Светла, сейчас процветает Считался лесоперерабатывающим и промышленным городом Сейчас этот городок стремительно расширяется Из порта прибрежную часть города вдоль магистрали Растин Превратили в место с ресторанами и новым отелем Центральная часть города кипит, здесь строят и реставрируют дома, одновременно сохраняя архитектурную целостность города В 1983 году здесь открылся самый большой в мире стадион с куполом из древесины И вмещает 21 тысячу зрителей Это не только место проведения спортивных мероприятий, но и концертов и выставок продаж По четвергам открывается еженедельный такомарынок Иногда я даже не могу сказать, что сложнее держать воздух внутри шара Или выпускать его, я не могу понять, как держать воздух в шаре Я жду новых инструкций, чтобы научиться это делать Тут кто-то говорит, что я двух слов связать не могу, и меня по сторонам заносят А я так не считаю У меня в голове просто пусто Здесь есть система легкорельсовых дорог и художественный музей А в центре Старого города железнодорожный вокзал, где сейчас находится Федеральный суд А прямо через пути музей стекла Такомы Уже само здание – это архитектурное чудо Канадский архитектор Артур Эриксон создал иллюзию невесомости и открытого пространства Но здание очень удобно для показа экспозиции из стекла Этот проект завоевал очень много наград И журнал «Конденест Тревел» в своем весеннем выпуске назвал его одним из семи чудес света Музей, где на трех уровнях на открытом воздухе проходит выставки стекла Стал излюбленным местом людей, работающих в офисах по соседству Это океан, узнаете? Мост из стекла длиной 152 метра с потрясающей коллекцией работ Дейла Чилхули производит незабываемые впечатления Мы открыты уже около года Здесь уже побывало около 300 тысяч человек Они были в горячем цехе и видели мастеров за работой Приходит много школьников За первый год около 15 тысяч И нас это очень радует Субтитры создавал DimaTorzok Вы можете посмотреть, как художники создают свои работы Для посетителей очень важно иметь возможность не только ходить в галереи И видеть стекло и другие произведения искусства Но и затем зайти в мастерскую и посмотреть, как работают мастера Это же просто удивительно Большинство мастеров работает с материалом уже около 10-15 лет И это целая команда Некоторые художники делают все сами Но большей частью лучше работать в команде Это не легкая работа Они показывают это так, что это выглядит легко Но я делала это и знаю, что это очень трудно На самом деле очень трудно Мастер из города Макклт-Ио Джеймс Монгрейн Работает на этой неделе в горячем цехе Создавая произведения искусства из стекла Монгрейн признанный лидер среди стеклодувов Национальную известность ему принесли венецианские кубки В которых объединены искусство и функциональность Он сотрудничает с разными талантливыми художниками по стеклу Включая легенду северо-запада страны Дейла Чилхули С которым он работал с 96-го года Мы сейчас делаем классическую итальянскую венецианскую вазу Она яркого цвета, большая работа Чтобы ее сделать, нужно около часа и 7 или 8 человек И эти ребята просто профи у нас, первоклассная команда Некоторых из этих парней я привез из своей студии в МакЭлтио Мы определились с краем, основание уже готово И сейчас мы разогреваем самую верхушку, рядом с горлышком Который хотим расширить Это называется развертка Видите? Эрик засовывает туда трубку Законченная форма будет напоминать яйцо с небольшим краем И так далее Субтитры сделал DimaTorzok Все об Америке. Вашингтон – красивый штат. Летом здесь много солнечных дней, хотя причина, по которой все такое зеленое в Вашингтоне, это то, что 260 дней в году здесь сплошная облачность, и облака часто приносят дождь. Ходит слух, что когда здесь становится очень солнечно, люди начинают вести себя немного странно. Проехав на юг и вглубь страны, можно увидеть самую знаменитую гору Вашингтона – гору Сент-Хелленс. Восемнадцатого мая 1980 года в 8.32 утра здесь произошло извержение. Большинство людей считает, что гора Сент-Хелленс взорвалась при извержении, и на самом же деле она развалилась. 90% пропавшей массы камня обсыпалось со склонов вулкана в виде оползня. Обваленного камня достаточно, чтобы построить стены вокруг футбольного поля высотой в 960 километров, так что оползень был огромный. Вся эта масса камня, когда сползла вниз, освободила расплавленный камень и газы, находящиеся в нем. Они получили внезапный выход, в результате этого произошел взрыв, выбросивший куски расплавленного камня из поверхности горы. И если взглянуть на склоны позади нас, то видно множество светло-серых камней вместе с камнями другого цвета. Светло-серые камни — это куски лаву-купола, вылетавшие из поверхности горы со скоростью 720 километров в час. Видно, какие повреждения взрыв нанес деревьям, растущим на склоне. От большинства остались лишь разбитые в щепки пни, у которых уцелели куски ствола. И хотя это были большие деревья, но осталось от них совсем немного. Информационный центр лесной службы хребта Джонстоун — место, где оживает история вулкана Сент-Хелленс. И расходится широкая сеть троп. За вход взимается небольшая плата, но эти три доллара стоят того. Пирокластические потоки вытекли из кратера, и из оползневых отложений вышел самый большой грязевой поток. В течение целого дня ветер разносил пепел от вулкана по всему восточному Вашингтону. Все об Америке. Недалеко от Ричлинда, в штате Вашингтон, в юго-восточной части штата, на ядерном испытательном полигоне Хэнфорд, находится настоящий Диснейленд-катастроф. Тренировочный центр «Волпенест Хэмер». Это уникальное заведение под эгидой Министерства энергетики. Это уникальный тренировочный центр. Здесь проходят настоящие практические тренировки, которые мы стараемся делать очень правдоподобными при сохранении, насколько это возможно, максимальной безопасности. У нас есть профессиональные пожарные, добровольцы. К нам на тренинги приезжают люди из правоохранительных органов, не только городского и окружного, но и федерального уровня. У них есть материалы и приспособления для любого вида тренировок. В этом здании у нас имитируются пожары, и есть три разных вспомогательных места. Диван на втором этаже, спальня и еще панель для имитации электрического самовозгорания. Также автомобиль для имитации горящей машины и мусорный контейнер. Добавить ко всему этому баллон с пропаном и, пожалуйста, пожар. А еще у нас есть так называемая яма с воспламеняющейся жидкостью. Это квадратная яма размером 7 квадратных метров. Мы ее наполняем водой, а потом пропускаем через воду пропан, чтобы было похоже на разлитое по земле дизельное топливо, которое загорелось. У нас есть автомобиль, грузовик с воспламеняющейся жидкостью, который мы тоже можем использовать для тренировок. У нас есть вагоны, поезды, некоторые перевернуты, у некоторых утечка опасных химических веществ. Имеется шестиэтажная башня, на которой на третьем-пятом этажах и на крыше закреплены анкеры, чтобы можно было отрабатывать разные навыки восхождения по тросу. Все, что связано с альпинизмом. Если у вас шланг диаметром 2,5 дюйма, он откачает пену из ведра очень быстро. Так, что у нас тут? Мы тут подготовили тренинг по тушению загоревшегося жидкого топлива. Как будто вытек бензин, и горят его пары. Так что сейчас мы будем учить этих ребят, как пользоваться пеной, которая накрывает огонь как одеялом, накрывает испарение бензина и тушит огонь. Так, хорошо. Старайтесь вести шланг из стороны в сторону, полностью покрывайте пеной всю поверхность, так, чтобы одеяло протянулось через всю поверхность. Продолжайте двигать шланги. Здесь эта группа практикует розыск и спасение. Они заходят внутрь, а пока мы концентрируем внимание на контроле за воздухоснабжением и связью. Мы еще не дошли до самого розыска и спасения, как я уже сказала. Отрабатываем контроль за воздухоснабжением и связью, поддерживаем контакт между собой. Сначала они начнут поиск с левой стороны. Мы их учим при поиске держаться левой стороны или правой стены, не терять контакт с этой стеной. На случай, если случится что-нибудь, напор воздуха, например, пропадет, и они потеряют ориентацию, чтобы они смогли выйти тем же путем, что и вошли. В этом здании отрабатываются навыки при пожаре. Здесь все работает на пропане. Дым здесь масляный, пускается через пропановую горелку. Обеспечивающая безопасность особенность этого здания повсюду кнопки на случай аварии. В каждой комнате находятся сенсоры и мониторы, следящие за уровнем пропана, так что если уровень поднялся выше нормы, автоматически включаются большие вентиляторы наверху и полностью очищают воздух за 7 секунд. Также на потолке есть сенсоры температуры, следящие за тем, чтобы она не превышала 260 градусов. При повышении тоже включаются вентиляторы. Один из сценариев, который мы создаем для студентов в этом здании, такой. На второй этаж они протягивают рукав к дверному проему. Мы находимся рядом, так что можем видеть, что они делают. Они входят в комнату, там полно дыма, так что на расстоянии ладони уже ничего не видно, тьма кромешная. И первое, что происходит в этой раскаленной задымленной комнате, это огонь, распространяющийся по потолку, весь потолок в огне. Команды начинают сбивать огонь с потолка, а в это время на кровати возникает еще один очаг пожара. И повсюду страшные крики, вопли. Команды многому учатся, это очень наглядно показывает, с чем они могут столкнуться, когда вернутся домой. У них есть готовый сценарий действий в домашних условиях. С современной системой предотвращения пожаров у нас их стало намного меньше, чем, скажем, 10, 15, 20 лет назад. Поэтому такие центры – прекрасная возможность для тренировок. Все прошло хорошо. В прошлый раз у нас там не было жертв. Сейчас все немного по-другому, но это классный тренинг. Все очень реалистично, и нам нравится огонь. Чем жарче, тем лучше. Река Колумбия протекает прямо через Ричленд, и это место для любителей водного спорта, а также это маршрут перевозки таких товаров, как древесина, зерно и других сельскохозяйственных культур. Вода Колумбии превратила сухую, довольно бесплодную землю восточного Вашингтона в золотое дно. Пшеница, наряду с картофелем, самые важные культуры штата. Выращенный в Вашингтоне картофель составляет 20% от производимого по всей стране. Фруктовые сады – еще один источник дохода Вашингтона. Здесь собирают большое количество яблок и груш. Относительно новый, но стремительно развивающийся сектор сельского хозяйства – винные сорта винограда. Некоторые из лучших американских вин производятся здесь. Спок-Анн – сельскохозяйственный центр Вашингтона – второй по величине город в штате с почти 200 тысячами жителей. Самый большой город между Сиэтлом и Миннеаполисом служит центром материкового северо-запада района из 36 округов. Уровень жизни в этом городе – его основная привлекательная черта. Он второй по счету в списке городов США с лучшим летним климатом. Это место с климатом пустыни имеет 260 солнечных дней в году. Все об Америке. Жители побережья Вашингтона радуются, когда им выпадает солнечный день, хотя, конечно, летом это случается чаще, чем в другие времена года. В эти июльские выходные в Лонг-Бич причина для радости была двойная – ясный солнечный день и ежегодное соревнование по постройке замков из песка. Это будет пожарная станция, тут будет из ворот выезжать пожарная машина, тут будет машина скорой помощи и пожарный гидрант, или гора Матхорн. Точно не знаю. Ну и у нас есть рисунок набросок и кое-какие идеи, но сила притяжения часто меняет наши планы, поэтому у нас всегда запасной план. Хорошая скульптура из песка находит отклик у зрителей. Там все целостно, все фигуры взаимодействуют, хорошее расположение в пространстве, четкие линии. Вот основной секрет. Должны быть четкие линии, реалистичные, а не нарисованные. Нам опять повезло с замечательными скульпторами песка. Третье место и приз 600 долларов заслужила композиция «Сырные туры», созданная командой «Хард Сэнд Кафе» из города Федерал Вэй. Второе место — команда «Сэн Дэнга» из Ванкувера, штат Вашингтон. Их композиция «Кошмар охотника» получает приз 900 долларов. И первое место и приз 1200 долларов получает команда «Орбитал Сэндерс» из Сейтла, штат Вашингтон, за свою работу под названием «Кто порезал сыр?» К югу от Лонгбич, устье Великой реки Колумбия впадает в Тихий океан. В ясный погожий день проход вверх по реке кажется довольно легким делом, но это обманчивое впечатление. Канал всего 12 метров шириной, и чтобы его пройти, нужен опытный и умелый лоцман. А в ненастный день самым опытным лоцманам приходится трудно. Этот пляж на северном берегу Колумбии как раз то место, где путешественники Льюис и Кларк высадились на берег, а потом поднялись вверх по реке, чтобы потом попасть в Орегон и построить форт Кладсоп, который стал их зимней стоянкой. Ильф-Ака – маленький рыбацкий городок в верховье реки. Рыболовство всегда было и, наверное, всегда будет важной частью экономики прибрежного Вашингтона. Мы продаем этих больших крабов иногда прямо с пирса. И они свежайшие. Мы выходим за ними два раза в неделю. У нас есть садок, куда мы их помещаем. Надеюсь, сегодня будет хороший день, и на пирс придут люди и купят наших крабов. Нет ничего лучше. Превосходные, свежие, выловленные, неподалеку. Ух ты! Когда ты их выловил? Эти были пойманы в четверг. Сколько весят? Эти 18 кило без разделки. Мы разделываем их прямо в море. Выпотрошенные они весят почти 16. Ну и как сейчас ловля? В этом и прошлом сезоне здесь стало больше лосося, чем за последние 40 лет, но перспективы не такие радужные, как 40 лет назад. Этот весит 14 кило. Мы бережно относимся к рыбе, чтобы до покупателя она дошла свежей. Ее ловят и отправляют на консервный завод, так что мы поставляем покупателям высококачественный продукт. Это 8 килограммов 200 граммов. Сколько? 8200. Нормально? Конечно. Конечно. Много хорошей рыбы. Мы работаем с компанией Westport Charters уже 15 лет, хотя она существует уже 45 лет. И мой муж уже с 8 лет работал на судах, как и мой сын, как и большинство матросов и капитанов здесь. Начиная с 80 лет работают здесь. Мы начинаем 15 марта глубоководная ловля и вывозим людей в море на рыбалку. Сейчас пик сезона ловли лосося. Мы выезжаем каждое утро в 5.45. Это 30 лодок, и, как вы видите, сегодня был горячий денек. Это здорово. Мы ходим на глубоководную рыбалку, ловим лосося, длина первого тунца. В Westport даже можно заняться серфингом. Но я думаю, это типа... Это называется столицей серфинга в Вашингтоне, так как здесь находятся три основных места. Мы были там, около волнореза, но там были такие волны, что особо на доске не покатаешься, поэтому мы пришли сюда. Здесь намного лучше. Так что из трех мест в одном точно можно покататься. Все об Америке. Это полуостров Олимпик. Особое место в Вашингтоне. Он может похвастаться самым умеренным климатом западного Вашингтона и самым влажным в США. В дождевых лесах Национального парка Олимпик в год выпадает до 4000 миллиметров осадков в год. Могут пройти недели и даже месяцы без проблеска солнца. Этот был из особых дней, когда появилось солнце. Мы в Национальном парке Олимпик. Это Национальный парк Олимпик. По моему мнению, один из самых особенных, самых чудесных парков страны. Около 4000 квадратных километров. У парка огромная территория. Он очень разнообразен. Здесь три экосистемы. Иногда мы говорим, что это три парка в одном. Июль и август самые засушливые месяцы. В июле, августе и сентябре самые лучшие безоблачные дни. Температура 20 с лишним градусов. Хотя обычно люди думают только о зимних днях, когда дождь идет не переставая. Они также не знают, что хотя в лесах может выпадать до 6 метров дождя, горы образуют то, что называется дождевую тень. Так что в северо-восточной части гор здесь, в Порт-Анджелесе, осадков намного меньше. Вообще-то у нас в Порт-Анджелесе дождь идет реже, чем в Сеэтле. 635 миллиметров осадков в год. Хорошо известен Харикейн Ридж или Хребет ураганов. Высота примерно полтора километра. И в ясный день, если вам повезет, здесь открывается прекрасный вид на парк и пики гор Олимпик. Если вы повернете в другую сторону, вы увидите пролив Хуан-де-Фука и остров Ванкувер. Ванкувер. Олимпик На территории парка протекают ручьи и реки общей протяженностью почти 5 километров. Во всех водится рыба, и они являются средой обитания многих животных. Эти реки защищают закон о парках, потому что они очень чистые, там нетронутая природа. Самая известная река в парке Элва. Это самый большой речной бассейн в парке, и о ней знают много людей, потому что сейчас прилагаются большие усилия, чтобы ее восстановить. В начале 19 века здесь построили плотины, и теперь, начиная с 2007 года, начинают их разбирать, чтобы рыба могла вернуться на исконные места обитания. Побережье парка Олимпик тоже очень разнообразно. Вы можете поехать в такое место, как Клэлок, Бич. Все пляжи вдоль Южного побережья широкие и песчаные. Здесь вы почувствуете себя как на курортном пляже, за исключением того, что здесь намного меньше людей. Весь дикий пляж в вашем распоряжении. Но когда вы двигаетесь дальше на север, вы проезжаете гораздо более неровную местность. Прибрежные острова, большие скалистые мысы, валуны, и то, что является отличительной особенностью этих берегов, поваленные бревнам многовековых деревьев, упавших и унесенных течением рек на берег океана. Разнообразные истории, местность, климат, люди и традиции, являющиеся неотъемлемой частью великой страны, бесконечны. Присоединитесь к нам в следующий раз, так как программа «Все об Америке» продолжает свою одиссею по Соединенным Штатам. Спасибо, что смотрели нашу программу. Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО «Ред Медиа». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ТПО «Редактор субтитров А.Семкин»